Вне критики. Большинство казахстанцев волнует вопрос, касающийся развития отечественных предприятий по глубокой переработке животновической продукции. Эта тема стала предметом обсуждения на сегодняшнем заседании правительства с участием членов фракции партии АОЛ. Так, по словам Анаса Бакужаева, есть три причины стагнации этой отрасли. Одна из которых – это отсутствие специальных мест за бой скота. В 2023 году на скотобойни было отправлено около 260 тысяч животных. Если посчитать объемы потребления и экспорта мяса, то эта цифра составляет всего 5% от общего количества. По словам депутатов, такая ситуация сложилась по причине отсутствия в Казахстане мясокомбинатов глубокой переработки, нацеленных на экспорт мясной продукции. В связи с чем в каждом районном центре есть необходимость создания и открытия оснащенных современной техникой предприятий. По мнению народных избранников, это в свою очередь поспособствует качественной обработке шкур, переработке субпродуктов и заготовке мясных полуфабрикатов. Ведь технологии кожевенного производства морально устарели. Казахстан В области ЖИЦУ Бизнесмены, госорганы и ведущие эксперты обсудили вопросы налогообложения и всеобщего декларирования. При поддержке самой инновационной компании Каспий КИЗ в Талакургане прошла бизнес-встреча, где предприниматели задали свои вопросы и получили на них профессиональные ответы. Подробнее в сюжете Гульназ Мустафы. Виолетта Деревянко пришла навстречу, чтобы задать конкретные практические вопросы. А еще предпринимательницу привлекла личность главного спикера и организатора. Екатерина Ким – популярный эксперт по налогам. На ее инстаграм-аккаунт подписаны 1 миллион 600 тысяч человек. Очень полезно. Я давно хотела попасть к Екатерине Ким, потому что на данный момент очень много бизнесменов, и они не знают, как правильно вести бизнес. Поэтому надо посещать такие семинары, разговаривать. Какие вопросы интересующие, надо спрашивать. Все, какие вопросы меня интересовали, я все задала. Получила подробное пояснение, мне очень даже понравилось. Поэтому всем советую, когда проходят такие семинары, ходите, будьте бдительны, относитесь к своему бизнесу грамотно, чтобы в дальнейшем не было никаких побочных эффектов. Каждый год Налоговый кодекс Казахстана вносит дополнения. Отслеживать изменения трудно, но необходимо. Эксперт по налогам уверена, вовремя заплаченные налоги – это развитый бизнес и спокойствие предпринимателя. Налоговый кодекс, в принципе, очень тяжелый. И понять его предпринимателем иногда бывает сложно. Предприниматель, его задача – это заработать денежные средства, хоть какие-то. Его возможность – это купить-продать, купить-продать. А мы, со своей стороны, говорим, как себя обезопасить. Для того, чтобы он мог вести спокойно свой бизнес и не бояться за то, что завтра ему придется платить большие штрафы. Это не безграмотность, я думаю, просто сложно. И классно, когда есть люди, которые могут это бесплатно доносить до людей. Представитель департамента госдоходов по области ЖТСУ считает, что налоговая дисциплина и всеобщее декларирование помогают бороться с теневым бизнесом и коррупцией. Вывод из тени всех доходов, это борьба с коррупцией, это привлечение к налоговой дисциплине всех категорий граждан. Само всеобщее декларирование стартовало с 2021 года, первый этап. Тогда в этот этап вошли все государственные служащие, их супруги и правильные к ним лица. Второй этап был в 2023 году. Тогда декларацию по 250-й форме сдавали работники госучреждений, квази-государственных секторов и их супруги. Третий этап он стартовал в этом году, с 1 января. Сдает индивидуальный подъемник, крестьянские хозяйства, руководители, учредители юридических лиц. И последний этап он стартует в следующем году. Ее будет сдавать эту форму налоговой отчетности, вся остальная категория граждан. При поддержке КАСПИК и ЗЭТ такие бизнес-встречи предприниматели с налоговыми органами и экспертами проходят во всех регионах Казахстана. А 27 июня в Астане состоится крупнейший в стране налоговый форум с участием 3000 казахстанских предпринимателей. Гульназ Мустафа, Абзал Нусипов, телерадио-компания ЖТСУ. В области ЖТСУ, как и по всей стране, стартовала неделя репродуктивного здоровья. Стоит отметить, что в рамках мероприятия казахстанцам будет оказана бесплатная консультация врачей-гинекологов, урологов, а также других узких специалистов. Главная цель акции «Семидневки» – это повышение осведомленности населения о важности репродуктивного здоровья и пропаганда здорового образа жизни. Айгер Мкупаева продолжит тему. Проведение такой акции в первую очередь направлено на решение таких проблем, как низкая осведомленность подростков о важности репродуктивного здоровья. В частности, о методах предотвращения нежелательной беременности и инфекции, передаившихся половым путем, считают ее организаторы. Кроме того, инициаторы мероприятия намерены довести до подрастающего поколения информацию о росте распространения ВИЧ-инфекции, а также провести ряд профилактических мероприятий, направленных на борьбу с вирусом папиллома человека, в итоге вызывающего рак шейки матки. Как отмечают специалисты, в большинстве случаев подростки, вступая в ранние половые отношения, не понимают всей серьезности ситуации, а потому рискуют главным – своим здоровьем. 14% у нас подростков забеременели. Это подростки с 15 до 17 лет. Из них 57% уже как бы родоразрушились, а 16% произошли самопроизвольные выкидыши, и 27% – это искусственные аборты. Мы знаем, что каждый аборт, выкидыш, и даже роды в раннем возрасте, они в будущем приводят к нарушениям функций организма. И это все приводит к заболеваниям. Чтобы все это предотвратить, нужно будет приходить, получить полную информацию. И получается в любом возрасте, и не только девочки, даже мальчики, потому что меры предохранения и инфекции, передаваемые в пути, это касается не только женское население, это касается и мужское население. Стоит отметить, что в рамках недели будут организованы информационно-просветительские мероприятия, дни открытых дверей в центрах здоровья и медорганизациях, бесплатные медицинские осмотры и консультации для подростков. Кроме того, получить помощь врачей может также каждая женщина фертильного возраста. Хочу отметить, что все медицинские услуги врачей, психологов в рамках недели репродуктивного здоровья проводятся на бесплатной основе. Жители нашей области и города могут в медицинских учреждениях получить консультацию акушера-гинеколога, уролога и психолога. Кроме того, для населения представлена вся необходимая информация о методах безопасной контрацепции. Неделя репродуктивного здоровья – это уникальная возможность получить достоверную информацию о своем самочувствии и физическом состоянии, задать интересующие вопросы, пройти обследование и сделать шаг навстречу к здоровому будущему. Фермер-миллионер. И речь идет не о благосостоянии предпринимателя, как вам показалось, а о человеке по имени миллионер, проживающем в области Житсу в селе Мойнах. Предприниматель содержит ферму, где выращивают лошадей и верблюдов. В его небольшом хозяйстве ежедневно производится до 100 литров кумуса из шубата. А для того, чтобы купить у миллионера целебные напитки, любители этих питательных и вкусных молочных продуктов заранее делают заказ, так как спрос на эту продукцию фермера очень высокий. Свой бизнес миллионер Хожикенула начал вести с момента своего переселения на историческую родину. Тогда дело предприимчивого животновода началось с трех лошадей и двух верблюдов. В настоящее время предприниматель значительно приумножил по голове своего скота. Сейчас на счету у фермера 30 верблюдов, 150 голов лошадей, 200 породистых коз и 50 коров. Таким образом, он достиг успеха без чьей-либо помощи, а стать миллионером ему помог неустанный труд. В 1991 году я эмигрировал из Монголии на историческую родину Казахстан. Здесь я получил поддержку со стороны правительства, а также поддержку людей. Открыв ферму, я начал заниматься животноводством. Тем самым продолжил традиции своих родителей. Миллионер Хожикенула уже 15 лет занимается разведением верблюдов. В настоящее время в его крестьянском хозяйстве насчитывается 30 животных, в том числе 20 самок. У нас в Монголии самки переносят приплод раз в два года. За верблюдами очень легко ухаживать. Им не требуется много места, и эти величественные животные способны обходиться даже одним небольшим пятачком, чтобы отдохнуть. Верблюды считаются очень выгодным для содержания скотом. Супруга-миллионера Майера Саясехаза также занимается семейным бизнесом, занимаясь переработкой коровьего молока на дому. Она не только производит кумус и шубат, которые пользуются большим спросом у населения, но и изготавливает разнообразные натуральные продукты, такие как кефир, творог, масло и сливки. С детства я занимаюсь производством кумуса и шубата. Это тяжёлый труд. Когда у нас много заказов, нам приходится много доить животных. Количество доений зависит от текущих потребностей. В результате мы получаем до 40-50 литров молока в зависимости от того, сколько доений мы осуществляем. Этот бизнес – настоящее семейное дело для миллионера и его родных. Здесь каждый занимается животноводством. Домочадцы-фермеры управляют всем процессом сами, не прибегая к помощи рабочих. А дети, следуя по стопам своих родителей, уже нашли для себя занятия и вносят свой вклад в процветание семейного бизнеса. Акция «Таза Казахстан» – это не просто уборка территории. Это также яркий пример социальной ответственности. Очередной субботник прошёл в селе Якаша Сарканского района, где на борьбу с беспорядком вышли бойцы пограничного отряда «Баскан». Военнослужащие очистили прилегающие территории от мусора. Стоит отметить, что село Якаша расположено у подножия гор, а потому желающих отдохнуть в этой местности довольно много. Однако после времяпровождения на природе многие оставляют за собой мусор и пластиковые бутылки. Одна из особенностей акции «Таза Казахстан» заключается в том, что она объединяет людей самых разных профессий и даже сотрудников пограничной службы. Хочу отметить, что военные пограничные отряды «Баскан» не только охраняют наши рубежи, тишину и спокойствие нашей страны, но и участвуют в таких масштабных акциях, как «Таза Казахстан». Многие наши граждане приезжают в эту местность для отдыха. Действительно, здесь очень красиво. На берегу реки в окружении прекрасной природы можно прекрасно провести время. Но часто после отдыхающих остаются горы мусора. Вот мы и выходим на субботники. Берем в руки рабочий инвентарь в виде грабли, лопаты и прочего, чтобы очистить природу и поддерживать здесь чистоту и порядок. Заводчики рыбы бьют тревогу. Причиной их беспокойства стала ситуация на озере Ушколь в Аксусском районе, требующая немедленного вмешательства. Дело в том, что на сегодняшний день уровень воды в водоеме сократился, и вода отошла от берегов аж на 500 метров, что привело к заметному сокращению местной ихтиофауны. Побережье озера буквально усыпано мертвой рыбой, что неудивительно. Ситуация усугубляет зловонный запах, источаемый ею. В создавшейся проблеме попыталась разобраться наша съемочная группа. Каких-то четыре года назад озеро Ушколь буквально кишело рыбой. Ведь в 2018 году местный предприниматель Полатхан Калиев провел зарыбление и выпустил в озеро почти пять миллионов мальков. В перспективе его начинания должны были дать плоды уже в этом году. Однако вместо ожидаемого результата он стал свидетелем массовой гибели рыбы. Стоит отметить, что Полатхан Калиев арендовал у государства территорию этого водоема еще 20 лет тому назад. Вода отступила на 500 метров. Я работаю в этой местности уже пять лет. Вы видели количество умершей рыбы. Все это из-за того, что озеро перестало вливаться река. Уривом воды не поднимается до положенной отметки. Здесь есть небольшие речки, которые тоже стекают в озеро Ушколь. Однако их используют крестьяне для полива пахотных земель. И получается, что воды для этого водоема попросту не хватает. Сотрудники госпредприятия Казватхоз в курсе сложившейся ситуации. В свою очередь, причину дефицита влаги они объясняют тем, что объем воды Казлагашского водохранилища, откуда она и должна поступать, начал снижаться еще в 2020 году. Все это они связывают со строительством новой плотины. В настоящее время ведутся работы по ее наполнению. Однако даже потом воды хватит только для обеспечения полива 2000 гектаров пассивных площадей. А для решения проблемы на озере Ушколь ответственные лица предусмотрели сброс воды из рек Нижней Аксу и реки Казлагаш. В настоящее время ими даже подготовлена проектно-сметная документация. В прошлом году была создана специальная комиссия, в составе которой находились исполнительные органы, депутаты масляхатов. Мы были в этой местности, осмотрели все пути поступления воды, а также рассмотрели возможность установки насосов и строительства плотин. Для реализации задуманного нам необходимо более 80 миллионов тенге. Подготовив документы и все них подимые, мы направим письмо в город Астана. Ждем одобрения министерства. По словам специалистов отрасли, как только проект будет поддержан министерством, сразу же начнутся работы по строительству плотины. Порядка 80 километров каналов по двум стержням будут очищены. Согласно проекту, по завершении работы начнется бесперебойная подача воды в озеро. В этом году в области ЖСУ еще 600 мальчишек и девчонок смогут с пользой провести свой каникулярный отдых. Ведь к радости детворы в Искальдинском районе открылся летний лагерь Куктубе. За первый сезон он принял 120 отдыхающих. Здесь ребята активно проводят время за занятиями спортом, принимают участие в культурно-массовых и других мероприятиях. Причем большая часть отдыхающих, а это 477 человек, дети из социально уязвимых слоев населения. О том, как школьники проводят свой досуг в новом летнем лагере, узнавала наша съемочная группа. Открытие лагеря Куктубе стало для школьников области ЖТСУ настоящим подарком к их летним каникулам. Специально разработанная программа проведения полезного досуга поможет мальчишкам и девчонкам с пользой для себя провести время и узнать много нового. Сотрудники лагеря готовы подарить подросткам отличное настроение, а также организовать проведение эстафет, состязаний и мероприятий, направленных на пропаганду как интеллектуального труда, так и здорового образа жизни. В нашей программе очень много различных мероприятий. К примеру, мы проводим «Алло, мы ищем таланты», «Король и королева лагеря», «Две звезды» и многое другое. Все они направлены на раскрытие творческих способностей детей. Также мы проводим интеллектуальные игры, такие как «Майбатл». Его мы включили в план недавно. Мероприятие направлено на то, чтобы научить детей правильно мыслить, грамотно формулировать предложения и свободно изъясняться. Напомним, официальное открытие летнего лагеря, разместившегося в здании школы села Коктобе, состоялось в прошлом году, а на реализацию данного проекта было затрачено 80 миллионов тенге. В этой школе обучается всего 16 учеников. Мы хотим перевести их в образовательное учреждение соседнего села. Для них также будет организован автобус, который ежедневно станет возить их на учёбу. А эту школу в планах управления образованием полностью переоборудовать под детский лагерь, который станет работать круглогодично. Потому что зимой здесь выпадает очень много снега. Есть возможность проводить соревнования по зимним видам спорта. В настоящее время планируем сделать необходимые расчёты. Позже подадим запрос в областной Акимат на согласование проекта. Новый летний лагерь оснащён всем необходимым оборудованием. Все спальные комнаты чистые и светлые. Что касается питания, здесь оно пятиразовое. По словам специалистов, продуман в лагере и досуг для детей. Помимо мероприятий, направленных на повышение чувства патриотизма молодого поколения, здесь также организуются различные художественные выставки и музыкальные конкурсы. А для укрепления логического мышления учащихся в программу включены соревнования по шахматам и шашкам. Не остались без внимания и книголюбы. В лагере работает библиотека, в которой собрано около 300 книг самых разных жанров. Я приехала на отдых в лагере Куктубе. Нас здесь очень хорошо встретили. Ещё я нашла здесь много новых друзей. Нам весело в этом лагере и очень нравится здесь отдыхать. Возрастной контингент отдыхающих лагеря Куктубе – это учащиеся с 5 по 10 классы. По словам сотрудников лагеря в нынешнем сезоне, здесь проведут свой отдых около 600 ребят со всего региона. Почти 250 велосипедистов приняли участие в веломарафоне, прошедшем в Талдыкургане. Стоит отметить, что это уже второе по счёту спортивное мероприятие, приуроченное ко дню борьбы против наркомании. Велопробег же, по словам организаторов, поможет сформировать в подрастающем поколении нетерпимость к пагубной зависимости. Всего для участия в марафоне официально были зарегистрированы порядка 235 человек. В список участников вошли государственные служащие, волонтёры, профессиональные велосипедисты, юные спортсмены и даже представители старшего поколения. Традиционно марафон стартовал с территории спорткомплекса «Жастар» и финишировал в микрорайоне Каратал у памятника Кабанбай-Батыр. Глава областного центра Ернет Базель призывал молодёжь поддержать акцию, ведь мероприятие прежде всего направлено на привлечение внимания общественности к проблеме наркотической зависимости. Как видите, сегодня мы тот раз в днём провели, в рамках акции, мы против наркотиков провели велопробег, участвовало более 130 человек. Сегодня у нас официально было зарегистрировано 235, но мы считаем, больше 250 человек участвовало. Поэтому мы считаем, что будем теперь на постоянной основе проводить такие мероприятия. Такие мероприятия, мы думаем, это физически развиваются люди, плюс сплочённость наших жителей. И думаем, что со следующим разом наши ряды будут всё больше и больше. И в перспективе мы притянем всё население Талдургана к здоровому образу жизни. Впервые в области ЖЭЦУ проходит чемпионат по национальной игре ТОС Кумалах. В состязании принимают участие подростки в возрасте от 9 до 13 лет. А само первенство, сортовавшее с 20 июня, продлится до 30 числа этого месяца. Главным судью республиканских соревнований стал Бауржан Шурин, тренер по игре ТОС Кумалах спортивной школы города Талдукурган. В нынешнем чемпионате страны примут участие порядка 400 спортсменов. Среди них 112 школьников, претендующих на звание мастера спорта Республики Казахстан. Как отмечают спортивные наставники, их воспитанники прибыли на эти соревнования хорошо подготовленными. А значит, шанс стать победителем этого турнира есть практически у каждого спортсмена. Так, игрок сборной команды города Алматы Айгирим Жаркенбек к этому чемпионату страны готовилась более года. Для того, чтобы принять участие в нынешних соревнованиях, я готовилась больше года. Несмотря на плотный график школьных уроков, я находила время для тренировок. Хочу отметить, что ТОГУС Кумалак определенно сложная игра. Очень трудно запоминать ходы для того, чтобы достичь победы. Это своего рода математика. Тем она и вызывает интерес у многих. В эту игру играли еще наши предки. А мы продолжаем эту традицию. По словам организаторов, проведение национальной игры нацелено на возрождение историко-культурных, в частности, этнокультурных традиций. Стоит отметить, что игра ТОГУС Кумалак входит в список всемирных игр кочевников. Нынешние соревнования, состоящие из семи туров, проводятся в лично командном зачете по швейцарской системе. Причем итоги турнира будут проводиться раздельно среди юношей и девушек. Напомним, что республиканское первенство по ТОГУС Кумалак в Талдыкургане будет длиться 9 дней. Республиканский турнир среди подростков проводится перед международным чемпионатом по ТОГУС Кумалак. Хочу отметить, что эта игра – одна из самых быстро развивающихся видов спорта в Казахстане. Нынешний турнир также проводится в поддержку национальных видов спорта. Стоит отметить, что игра способствует формированию основ логического мышления, а также формирует такие личностные качества, как выдержка и упорство. Задача каждого участника турнира – перекладывая камушки в игровых лунках, собрать их как можно больше в один так называемый казан. А уже собранные камешки складываются в накопительную лунку. Игра ведется до тех пор, пока один из двух игроков не наберет в свой казан больше 80 камешков.